По результату у меня родилось несколько небольших новелл. Собственно говоря, вы те, кто впервые услышите сегодня, вот одну из них я вам прочитаю. Куба. Часть первая. Гаванна. Страна праздник. Страна абсурд. Страна, которую можно понять, лишь влюбившись в нее. Кубинцы мастера коктейлей. Они научились смешивать несочетаемые. Советский сервис и американские автомобили. Бесплатные уроки сальсы и платные туалеты. Где еще ты найдешь испанского мучачес по имени Иван? Не по приколу, а по паспорту. Вообще, эта страна огромное бюро находок вещей, пропавших из разных стран в разные эпохи. В этой стране я нашел пропавший у папы восьмидесятых оранжевый москвич 2140. Так вот он где. Теперь работает как такси. Но пользуйтесь, друзья. Если, кстати, у кого еще что-то помахало зеркалами лет двадцать назад, не переживайте, все здесь. Расслабиться могут и правнуки американских промышленников. Помашите рукой своему Chevrolet или Ford 50-х годов выпуска. Он здесь. Развозит задницы туристов из Бадыгиты по отелям. И чем старее модель, тем она новее. Хотя у меня есть и более мистическая версия. Представьте, что машины просто создали для себя рай, где можно жить вечно. Догадываетесь, где он? Только никому не говорите. Чем ближе к центру Гавана, тем больше Испания. Те, кто построил самую красивую часть города, оставили заодно и свой язык. Не надо говорить «I'm not Ola, my name is Natasha», когда кубинец тебе радостно говорит «Ola». В центре города, на площади, продается очень много старинных испанских книг, покупая за 40 кук Кувадис 1900 года. Почему? Просто единственная книга, перевод названия которой мне понятен. Кто же не знает, Камагридеши. Нет, узнал, конечно, и Библию 18-го века, но для нее пришлось бы организовать еще одно место в багаже. Она, кстати, здесь стоит столько же, сколько две или четыре коробки сигар, какие бы «Эсплодидитес», смотря вот кого покупать. Тут же предприимчивые губинцы продают мне фуражки с изображением команданта Чея. Кстати, где они там? Я начинаю воплощаться. Воплощаться. Парадокс истории, но самым продаваемым и доходным образом подпольно нарождающегося на кубе капитализма является образ борца с тем самым капитализмом. Но можно посмотреть с другой стороны, Чея снова в обойме. Он снова помогает бедному людям. Не хватает только милиционеров, которые внезапно появлялись бы на площади и хватали за руки фарцовщиков, позорящих светлое имя. Да и хорошо, что не хватает. В стойке юных пионеров, идущих в строй, вызывают у меня жгучее желание крикнуть «Будь готов!» Кричу. Не понимаю. Ах, да, забыл отдать салют. Поняли! В небо взмывают кончики детских пальчиков. Развеселый Артем Сурин предлагает прокатиться всей в ванлайфовской братве. Это вот, скажем, организаторы тура на такое движение ванлайф. Вот, собственно. На кабриолетах во центру кубы. Если кто не знает, то движение ванлайф предлагает не просто вспомнить, что жизненная прожить ее нужно ярко и интересно, но и дает конкретные пути, организовывая походы по морям и океанам, горам и пустыням. Ведь жизнь измеряется не количеством вдохов и выдохов, а количеством моментов, когда захватывает дух. Здесь их будет предостаточно. Бойки и кубинские, хотя цену накручивают не хуже грузинских таксисты, довольно быстро организовывают больше десятков кабриолетов всех цветов радуги, брыжущих на солнце раскаленным золотом и серебром. И мы отправляемся в путь. В руках красных флаг, на голове фуражка а-ля Фидель, ощущая себя частью кубинской социалистической революции. Кажется, что местные жители тоже почувствовали революционный дух, проносящихся мимо них кабриолетов с укрикивающими что-то на чужом языке чегеварами и чегеварами. Вглядываясь в лица, в основном удивление, но также сдержанность и осторожность. Только маленькие дети и молодежь машут руками и улыбаются. Сначала не могу понять, в чем дело, потом вспоминаю о СССР. И все остановится на свои места. Страна-то все еще социалистическая, а тут эти буржуи разъезжают на антикварных тачках, получасовый прокат которой стоит как зарплата кубинца за два месяца. Не преувеличиваю. И понимая, что не зря возник в моей голове революционный образ, очень может быть, что жители Гаванны впервые видят такой кортеж из иностранцев, у нас хотя бы было 80 человек, которые без всякой политкорректности заявляют о том, что есть другая жизнь, другой мир, другие люди. Может быть, кто-то сегодня вечером, хотя бы один человек, примет решение изменить свою жизнь, а завтра начнет делать смелые поступки. Вспомнить, что жизнь-то одна, и, черт возьми, она еще не закончилась. Вот такой маленький. АПЛОДИСМЕНТЫ